Многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков перед началом своего мастер-класса в десантном училище признался, что еще в детстве мечтал служить в крылатой пехоте. Однако судьба, по словам спортсмена, сложилась иначе. Я вижу, что ребята опытные. Самое главное, наверное, как для педагога или как для наставника, они харизматичные. Я вижу, что им интересно. Мне самому приятно, что та информация, которой я сегодня делился, она им. Для них она свежая, новая, и я очень надеюсь, что они это возьмут на вооружение. Занятие для инструкторов по рукопашному бою Бату Хасиков начал с разминки. Именитый кикбоксер объяснил, что для развития гибкости он всегда включает комплекс упражнений из гимнастики и даже йоги. Начальник десантного училища Анатолий Концевой сообщил, что в планах и в дальнейшем приглашать профессиональных спортсменов для совершенствования десантниками своих навыков ближнего боя. Так как управлять можно людьми только в том случае, когда ты сам являешься профессионалом, полностью владеешь собственным телом, своей личной подготовкой, можешь регулировать собственную физию и психофизиологию. Ну и в конечном итоге это будет представлять целостный какой-то продукт. Далее чемпион продемонстрировал офицерам ВДВ ударную технику из кикбоксинга и более привычного для десантников рукопашного боя. Во время общения с журналистами Бату Хасиков отметил, что для развития массового спорта в стране предстоит сделать еще немало. Сейчас нужно еще больше внимания обращать к детскому спорту и студенческому. Потому что при всем при том, что мы все это понимаем, что это основа для профессионального спорта и для олимпийского спорта, но прежде всего это должно быть заложено в идеологии нашей страны. Ведь дух победителя, он формируется в юном возрасте и лучший инструмент для этого это спорт. И не обязательно спорт выше достижения, а хотя бы любительский массовый спорт. И если наши дети и наша молодежь будут иметь возможность полноценно заниматься спортом, и у них для этого будут все условия, и государство будет этому всячески содействовать, тогда мы можем с уверенностью говорить о нашем достойном будущем. Инструкторы по рукопашному бою, как отметил начальник училища ВДВН Анатолий Концевой, передадут увиденное во время мастер-класса своим подопечным.